Встречи с Таншаевым для хоккейного клуба «Саров» всегда напряженные. Обыграть давнего соперника, к тому же чемпиона прошлого сезона, задача не из легких. На первой минуте матча команда «Старт» открыла счет. Почти весь период «Саров» провел в защите. Частые атаки соперника не давали расслабиться нашим спортсменам. Первый отрезок игры закончился со счетом 2-0 в пользу «Таншаевцев». Саровские болельщики не отчаивались и верили в победу своей команды. Волнение чувствуется, моменты есть. Я думаю, что второй-третий период будет более удачным для нас. По крайней мере, должны выйти мы в плей-офф и там показать по мере этого движения. Я думаю, что в этом сезоне за призовое место поборемся. Я так понимаю, что первые домашние игры, немножко скованы. Я думаю, сейчас ко второму-третьему разойдутся. Обыграем. Всегда победим. Во втором периоде под обечные Сергея Макеевича вы собрались и забили первую шайбу в этом матче. Позже сравняли счет. Жесткие столкновения и частые удаления хоккеистов. Соперники не давали друг другу и минуты на отдых. В начале третьего периода команда «Саров» усилила атаки и контратаки. В итоге хоккеисты забросили еще одну шайбу в ворота старта. Финальное очко наша команда заработала на последних секундах дополнительного времени. Игра завершилась со счетом 4-2 в пользу саровчан. Немножко скомканное начало. Ну, первая игра домашняя. Глава города, глава администрации, может, так-то немножко надавила эмоционально. Но потом сделали работу туда ошибками. Результат дал. В прошлом сезоне таншаевцы победили команду нашего города в четырех встречах. В этот раз хоккейный клуб «Саров» взял реванш. По словам тренера старта Дмитрия Горюнова, поражение его подопечных – результат удаления и недочетов в нападении. В течение игры было очень много нереализованных моментов. Выходов один на один и таких вот моментов, где надо было забрасывать шайбы. Вот это, я считаю, основная причина нашего поражения. А так ребята все полностью выкладывались, бились, старались. Следующую игру хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде. Матч против финалистов прошлого сезона пройдет 7 декабря в городе Кстова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».